Все заповеди Христовы, все иго его, вмещаются в следующих заключительных словах его. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». По поводу этого последнего изречения, заключающего в себе сущность всей Нагорной проповеди, говорят, что оно не представляет ничего нового, так как законом Моисея вменено евреям в обязанность любить ближних, да и лучшие из языческих философов учили не делать другому того, чего себе не желаешь. Правда, в ветхозаветном законе сказано «люби ближнего твоего, как самого себя» Левит 19-18. Любви к ближним учили и ветхозаветные пророки, но евреи, ложно понимая законы пророков, признавали своими ближними только евреев и только по отношению к ним считали возможным применять закон любви. Языческие же философы, хотя и учили не делать другому зла, то есть жалеть его, но до любви к этому другому, до необходимости благотворить ему не дошли. Впрочем, вернее будет, если мы скажем, что закон любви заглушен был у язычников себелюбием, и только у весьма немногих из них сохранился в виде жалости к ближнему, в виде требования не делать ему зла. А если это так, если закон любви настолько присущ человеческой природе, что сознавался, хотя и смутно, даже людьми, не просвещенными светом Христово учения, и при том задолго до пришествия Христа, то следует заключить, что это вечный закон, данный при сотворении человека и как бы вписанный Творцом мира в сердца людей. Когда же люди разучились читать в сердцах своих, когда они потеряли ключ к разумению этого вечного закона любви, то сам Бог в лице Иисуса Христа пришел на землю восстановить его силу. Субтитры создавал DimaTorzok